В Твери в пятницу впервые за много дней прошли дожди. И это было очень символично. Словно бы небеса оплакивали тех, кто без неба не представлял свою жизнь. Столица Верхней Волжьи простилась с экипажем военно-транспортного самолета Ил-76, который погиб в авиакатастрофе, произошедшей под городом Иваново 12 марта. На травмной церемонии работала наша съемочная группа. Возле Дворца культуры Химволокно этим хмурым пятничным утром было как никогда многолюдно. Бросалось в глаза большое количество людей в форме военно-воздушных сил. Хотя было немало одетых и погражданки. Действующие военнослужащие и ветераны ВВС пришли попрощаться со своими товарищами, погибшими 12 марта. В тот день Ил-76 взлетел с Ивановского военного аэродрома «Северный» для выполнения специальной задачи. На борту помимо восьми членов тверского экипажа в качестве пассажиров находились еще восемь военнослужащих. Один из них также был тверичанином. Машина еще только набирала высоту, когда загорелся один из двигателей. Система пожаротушения погасила пламя на какое-то время. Но затем огонь вспыхнул вновь. Экипаж сделал все, чтобы спасти самолет. Однако до полосы дотянуть не удалось. Они действовали предельно собранно, хладнокровно. Это все нами отфиксировано по материалам объективного контроля. У экипажа никакой паники, неразберихи не было. Все четко действовали до самой последней секунды, до момента столкновения с землей. Голоса спокойные, действия уверенные. Но, к сожалению, сама ситуация, сам отказ, он очень редко такой встречается. Он был очень сложный. Командир корабля Сергей Свешников, помощники командира Сеевуш Давлятов и Данил Якушин, штурман Денис Ануфренко, бортинженеры Даниил Гаранжа и Георгий Левашов, бортовой авиатехник Руслан Очкасов, радист Виктор Бенарас, стрелок Евгений Валидуда. По словам Ивана Золодько, это был один из лучших экипажей, который успешно выполнял задачи как по России, так и за рубежом. С такой характеристикой был согласен каждый, кто пришел попрощаться с нашими летчиками. Сегодня мы собрались здесь, на Тверской земле, чтобы почтить память настоящих воинов, настоящих летчиков, лучших сынов России, которые отдали самое дорогое, что у них есть в свою жизнь. Преданные беззаветные служа народу нашей великой войны. Для родственников эти авиаторы, конечно же, в первую очередь просто родные люди. Сын командира корабля Дмитрий Свешников нашел в себе силы выйти и рассказать о своем отце. Его он на всю жизнь запомнит как очень активного, деятельного человека. Одна из любых фраз отца, о которой мы часто говорим, это самое сложное, это стать с диваном. В том смысле, что нужно просто в любом деле начинать себя действовать, не ждать, не надеяться на человека. Просто брать, делать, верить в свои силы, верить в себя. Без всякого преувеличения, мигаловские летчики являются гордостью не только Твери, но и всего Верхней Волжи. Авиакатастрофа в районе Ивановского аэродрома Северный стала настоящим шоком для нашего региона. Поэтому соболезнования участникам гражданской панихиды направил губернатор Игорь Руденя. Попрощаться с летчиками в это утро пришли представители целого ряда органов власти. Администрации Твери, депутаты законодательного собрания и городской думы. Специально для участия в траурной церемонии приехала член Совета Федерации от нашего региона Людмила Скаковская. Это люди уникальные. Я не сомневаюсь, что каждый из героев, с которыми мы сегодня не прощаемся, нет. Они всегда в нашем сердце, они всегда живые. И с этими словами сложно не согласиться. Для родных и друзей, для сослуживцев и для всех тверичан эти летчики будут живыми. Просто они навсегда улетели в небо, которое так любили и которому отдали всю свою жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...